Да, я думаю, что у меня будет самая такая скучная формальная презентация, после интересной презентации Алексея Михайловича, Сергея Викторовича, о самом неформальном способе обучения, который, на всяком случае, я встречал. И действительно, мы познакомились с Вадимом, и он предложил идею создания журнального клуба. Журнального клуба у нас в институте, и мы запустили, несмотря на то, что он находится за океаном, мы находимся здесь, и новые технологии позволяют это сделать. Если говорить формально, то, на самом деле, уже несколько публикаций вышло о журнальном клубе. Определяется это как группа людей, собирающихся регулярно для критического обсуждения статей в медицинских журналах и возможности их применения в повседневной практике. Ну, звучит довольно формально, интересно, но в реальности вот это объявление, например, о журнальном клубе в университете Кембриджа, оказывается, есть журнальный клуб в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. И вот мы решили запустить наш клуб и попытались сделать его интересным, ну, в той степени, в которой мы это могли. И я хочу рассказать, как мы это делали, и вообще, в принципе, о журнальном клубе, как о способе обучения молодых специалистов, ординаторов и аспирантов. Ну, несколько слов из истории. Первые упоминания были о журнальном клубе в Лондоне. Джеймс Пейджет описывал в своих мемуарах о том, что в небольшой комнате у булочной собирались и читали журналы. Первый формальный клуб был образован в 1875 году. И, на самом деле, идея зародила в том, что очень были дорогие журналы, и невозможно было покупать молодым специалистам эти журналы. И поэтому было предложено один-один журнал обсуждать группой людей. Ну, то есть банальная причина. Какие основные цели закладываются? И основные цели – это, опять-таки, как описывают авторы, это критическое понимание научных исследований. Один из ключевых моментов – это влияние на принятие решений в клинике. И, в конце концов, просто быть в курсе результатов последних исследований. Потому что не всегда находится время, особенно практикующих специалистов, обращаться к научной литературе. Ну, журнальные клубы для учащихся, по сути, это определенный мост, который можно построить от исследований, которые публикуются, к конкретной практической деятельности. Ну, с какими проблемами мы столкнулись, и на самом деле эти проблемы есть. Нужно, во-первых, выбрать статью до обсуждения. Ну, сейчас это просто сделать с помощью различных поисковиков. Но статей сейчас публикуются столько, что непонятно, какие статьи стоит обсуждать, а какие статьи вообще не имеет смысла даже собираться ради них, потому что на это тратится довольно много времени. Собственно, даже была выработана методика выбора правильной статьи. На первом этапе нужно из гигантского объема вообще, в принципе, по первым признакам подобрать те статьи, которые стоят обсуждения, а потом уже посмотреть повнимательнее на них и выбрать именно наиболее культовые, интересные статьи, на которые стоит тратить время. Ну, и критерии успеха клубов, которые у нас еще нет более двух лет непрерывной работы, и с посещением у нас тоже, конечно, проблемы, но это должно быть более 50% ожидаемой аудитории. Существует несколько форматов журнальных клубов, я остановлюсь поподробнее на каждом. Формат чтения и обсуждения, когда один из учащихся или это аспирант, ординатор представляет статью всем участникам клуба, и после этого ведущий начинает диалог с аудиторией и обсуждает, собственно, эту статью. Ну, такой, собственно, клуб получается у нас, когда мы обсуждаем статьи с Вадимом, но больше зачастую это иногда переходит в монолог Вадима, потому что это наша проблема, и мы, к сожалению, пока не можем хорошо подготовиться должным образом к подобным клубам. Формат обсуждения, когда уже два-три участника готовят разные статьи по одной теме, обсуждаются все эти статьи, в дальнейшем формируется какое-то единое мнение о данных, полученных в результате изучения данных статей. Экспериментальный формат, когда изучаются именно методологические особенности, статистический анализ у них. И формат за и против – это формат дискуссии, когда берется публикация за, публикация против определенной методики, и уже идет обсуждение в формате дискуссии, где учащиеся делятся на две группы и обсуждают преимущества или недостатки того или иного исследования. Ну и критерии оценки эффективности, я не буду их перечислять, но хочу только подчеркнуть, что, и мы надеемся, что журнальный клуб приведет к пониманию практикующими специалистами основ эпидемиологии и биостатистики, и, в принципе, используем медицинскую литературу в клинической практике, что для нас, думаю, что важно. Ну, я не буду задерживаться, это было несколько публикаций по поводу журнальных клубов. Все результаты, естественно, положительные, все показатели улучшаются в результате внедрения журнальных клубов в различных учреждениях. Но теперь немножко о нашем опыте. Мы собирались, мы созванивались по скайпу, созванивались 2-3 аккаунта, но количество участников было от 2 до 40, причем подключались по онлайн-конференции другие регионы, которые также собирают аудитории, например, Липецк. Мы брали различные темы наших статей, собственно, вот статьи, которые нам удалось обсудить. Они посвящены вопросам как хирургической онкологии, так и химиоперфузиям, так и, в принципе, материала о жизни резидентов в Соединенных Штатах. Длительность у нас была, как правило, около двух часов. Мы старались действительно выбирать культовые статьи. Ну и формат у нас... Мы пытались найти именно ключевые фрагменты статьи, обратить на них внимание. Хотелось понять, какой именно практический вопрос решает данная статья, и соответствуют ли методы, заявленные в статье, цели. Ну и интересны были вопросы, по каким принципам принимаются решения, как мы можем принимать решения, исходя из результатов данного исследования. И как бы, в принципе, участники дискуссии поставили вопрос в этой области сами и решили его сами. Зачем это надо? Ну вот, мы с Вадимом немного раз обсуждали. В первую очередь, это, конечно, принятие клинических решений. Это обсуждалось в предыдущих докладах. Мы должны на чем-то строить наше принятие решений на каких-то данных доказательной медицины. И как раз этот из поля изучения медицинских статей и статей медицинских журналов должно нам помочь в этом. Ну и, собственно, конечно, интересный момент – это планирование собственных исследований. Не так много исследований планируется в России. Это отличный опыт – обсудить методологию планирования собственных исследований у нас. Ну, этапы, на самом деле, если разбить схему, то мы обсуждали, о чем статья, кто написал, вникали, кто автор статьи и зачем, в принципе, она была написана. Вот мы обсуждали, например, статью 2014 года о синтенеле-биопсии лимфоузлов, о меланоме. Но нужно понимать, что, чтобы подготовиться, например, к этому журнальному клубу, недостаточно прочитать одну статью. Ну, как минимум, надо прочитать предыдущую статью этих авторов, которая была опубликована в 2006 году, чтобы понять вообще, на какие вопросы ставят эти авторы. И что они пытаются сказать в статье 2014 года. Дальше мы обсуждали методы, результаты, правильные они или нет, эти методы, и соответствуют ли они целям, результатам. И самое главное, какой вопрос мы ставили, что с этим делать дальше. Вот мы получили статью, мы прочитали ее, замечательные выводы, там, снижается смертность или увеличивается выживаемость. Но как конкретно использовать эти результаты в клинике, как разговаривать с пациентами, как эти данные из научных журналов, эти доверительные интервалы перевести в нормальные слова, как объяснить пациенту, в чем же преимущество той или иной методики. И это занимает довольно много времени у нас в рамках наших журнальных клубов. Ну, прежде всего, делая выводы, журнальный клуб не является альтернативной традиционной программой обучения, но частично прокладывает дорогу в мир эпидемиологии и биостатистики для специалистов и учит принимать решения в условиях именно доказательной медицины, то, к чему мы, надеюсь, перейдем и переходим и в настоящее время. Ну, и главные выводы – это, конечно, обучение критическому восприятию медицинской научной информации и принятие решений на основе принципов доказательной медицины. И я надеюсь, что мы будем продолжать наши журнальные клубы и публиковать информацию о ближайших из них на странице в Facebook. Поэтому надеемся, что вы будете к ним присоединяться. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы? Кстати, сегодня проходят два журнала. Один прошел, второй будет в 4 часа. Вы можете посмотреть, поучаствовать, послушать, что это такое, и мы вас ждем. Где, не помню, я не помню уж. Где, ну да, там можно посмотреть в программе. Большое спасибо. Мне это понравилось. Это наш первый опыт, я так понимаю, да, формального взгляда на обучение в онкологии. Может быть, даже он продолжится. Я бы с удовольствием в этом поучаствовал. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.